Информационное агентство Курсксити.ру. Мы с вами уже 19 лет. С 1 июля 2017 года по желанию застрахованного лица из его письменного соглашения может быть сформирован электронный листок нетрудоспособности. Цифровой больничный лист имеет равнозначную юридическую силу с привычным бумажным. Тем не менее, к нововведению привыкли далеко не все. Хотя все государственные медучреждения Курской области работают с электронными листками. К сожалению, факты ошибок при оформлении таких больничных актуальны. Ошибки во многом аналогичны, когда гражданин получает листок с привычного старого бумажного формата. Начинает просто механических ошибок при нарушениях в написании фамилии, имени, отчестве. Ошибки в датах рождениях, ошибки в СНИЛСах. Неправильно указали фамилию, имя, отчество. Неправильно указана причина временной нетрудоспособности и любые другие. Но в этом случае есть ряд положительных нюансов. Исправление неточностей на бумажном бланке занимает много времени. К тому же, каждый бланк – это трата средств из бюджета. С электронными листками все гораздо проще. Гражданину нужно явиться в лечебное учреждение и, собственно, оставить свой телефон, по которому ему сообщат новый номер электронного листка. Этот номер электронного листка он сообщает бухгалтеру. Если же бухгалтерия требует некий талончик с номером цифрового листка нетрудоспособности, то такое требование законом никак не обозначено. И даже устного сообщения номера электронного больничного всегда достаточно. В документах четко сказано, что гражданин сообщает бухгалтеру номер электронного листка. Каким образом он ему сообщит? На листочке, как он дома записал, на листочке, что ему дали в лечебном учреждении, или он запомнил все эти 12 цифр. Главное – донести. Поэтому лично от меня большая просьба страхователей не заставлять ходить граждан второй раз в медицинские учреждения, чтобы получать эти листочки. Лечебное учреждение сообщает гражданину номер, он его зафиксировал и сообщает бухгалтеру. Вот этот процесс хождения гражданина по больнице за своим дубликатом, он полностью в электронном формате листка нетрудоспособности полностью исключается. Напомним, что проследить данные своих электронных листков нетрудоспособности гражданин может через портал Госуслуг или на сайте ФСС. Информационное агентство курсксити.ру. Мы с вами уже 19 лет.